Здравствуйте, Анна Александровна. Добрый день. Давайте начнем с самой важной сейчас темы вакцинации и свяжем с вашим профилем. Можно ли назвать хоть какую-то кардиологическую патологию противопоказанием к прививке от коронавируса? Таких точно нет. Абсолютно. Единственное, что можно подумать о остроте процесса. Например, если пациент перенес острый инфаркт миокарда, то по канонам сегодняшним желательно прививаться после перенесенного инфаркта миокарда через месяц, не ранее. А все остальные состояния не являются противопоказанием к проведению вакцинации. Вообще остальные кардиологические патологии, мы даже не смотрим на них. Идем, спокойно прививаемся. Идем, спокойно прививаемся, потому что прививка позволяет снизить вероятность осложнений, уменьшить вероятность летального исхода или смертельного исхода от COVID-19. Поэтому прививка сегодня – это наше все. Насколько высоки риски получить осложнение и патологии для тех, у кого уже есть проблемы с сердцем? Что касается хода коронавируса и перенесенной и наличия сердечно-сосудистой патологии, то действительно сегодня точно известно, что пациенты, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, в частности гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, если пациент имеет сахарный диабет, ну и плюс все это усугубляется все-таки возрастом, да, более пожилые пациенты, они более тяжело переносят данное заболевание, то здесь, если мы пациента вакцинируем, он перенесет все намного проще. А если у пациента имеются такие состояния, и COVID может привести к большому спектру как осложнений, так и вероятности смертельного исхода. Что касается постковида, так называемого, его последствия для сердечников, они насколько серьезными могут быть и насколько длительными? Относительно длительности мы сегодня этого не знаем, данные только накапливаются, и так как время прошло не столь много от начала данного заболевания, но что касается осложнений, одно из осложнений, это, конечно, развитие тромботических событий, то есть пациент может иметь повышенную свертываемость крови после COVID-19, и в результате этого происходит тромбообразование, могут страдать многие системы, и, в частности, может развиваться тромбоэболия легочной артерии, могут развиваться инфаркты миокарда, в общем-то, такие неблагоприятные события, которые, опять же, могут привести к усугублению ситуации, ну и к смертельному исходу. Ну, а кроме того, наши пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, которые перенесли COVID и перенесли не только тяжело там или средней степени тяжести, но и если даже перенесли легко, то вероятность развития сердечной недостаточности, она тоже достаточно высока. Развитие, то есть, если даже у человека не было проблем с сердцем, то коронавирус может спровоцировать? Ну, мы говорим о том, конечно, что поразил коронавирус, потому что коронавирус сегодня поражает многие органы и системы, да, и сердечно-сосудистая система, она одна из таких основных мишеней, то есть, при развитии коронавирусной инфекции. Поэтому вероятность развития сердечной недостаточности, особенно если фон уже имеется, если имеется сердечно-сосудистые заболевания, но в частности повышение артериального давления, гипертония. После перенесенного коронавируса может быть развитие сердечной недостаточности, то есть развивается осложнение. Или пациент имеет гипертоническую болезнь, то есть повышение артериального давления. После коронавирусной инфекции его давление перестает контролироваться, то есть необходимо изменять препараты лекарственные, увеличивать их дозы, увеличивать количество препаратов, то есть не очень благоприятно. Ну вот на себе могу проиллюстрировать, что после коронавирусной инфекции у меня появилась гипертоническая болезнь. До этого ее не было. Есть ли методы профилактики? Профилактики или борьбы с последствиями коронавируса? Каждый человек, который переболел коронавирусной инфекцией, и особенно это касается тех, кто перенес средней степени тяжести, тяжелое течение было, особенно те, кто были госпитализированы, имелась пневмония, возможно, имелись сердечно-сосудистые проблемы во время непосредственно самой инфекции. Они, конечно, по выписке должны вставать на диспансерный учет. У нас сегодня есть прекрасный сайт физкультурного диспансера, который позволяет проводить лечебную физкультуру после коронавирусной инфекции. В общем-то все наши врачи-терапевты, они прекрасно знают, как туда заходить, и они помогают нашим пациентам в этом. Затем профилактика тромбозов. То есть есть определенные шкалы, которые мы можем использовать для нашего пациента, но главное, чтобы он до нас дошел, чтобы дошел до врача, до терапевта, до кардиолога после перенесенной коронавирусной инфекции. И сегодня это диспансерное наблюдение, оно отработано, есть определенные рекомендации, которые изданы Министерством здравоохранения Российской Федерации. И главное, что пациент обратился. То есть самолечением не занимался, потому что прием определенных групп препаратов, они все-таки должны осуществляться под контролем врача. Вот мы с вами с прививок, собственно говоря, начали. И, наверное, сейчас одна из самых важных действительно тем, и к ним хочется возвращаться и возвращаться, постоянно договорившись с специалистами. Вот когда мы сталкиваемся с антипрививочниками, с их мнениями, некоторые говорят, лучше я буду бегать по утрам, здоровую пищу принимать и пить водку на перце. С точки зрения специалиста, какие есть здесь основания? Или здесь нет каких-то более-менее здоровых оснований? Знаете, вот сегодня очень много данных по вакцинации и формирования коллективного иммунитета, да, и по поводу противопоказаний к вакцинации. Все это обросло кучей мифов на самом деле, но мы уже имеем какие-то и научные данные. Вот хочу привести такой пример, что спутник Ви, да, первая вакцина, которая появилась, была опробирована, то есть были проведены клинические испытания на практически 16 тысячах пациентов, и какие-то побочные эффекты были получены в 0,1% случая. То есть это ничтожно мало, и фактически, что можно сказать, что практически ничего, да, никаких побочных эффектов не было. И польза, естественно, имеет место, да, то есть если пациент, то есть есть определенный период, это от первого этапа прививки, да, до второго, это 21 день, и вот в этот период, то есть если пациент пришел прививаться, у него уже имеется коронавирусная инфекция, но он об этом не знает, да. или пациент вот в эти 21 день между промежутком этим, он заболевает или он заражается, да, такая ситуация тоже может иметь место, потому что для формирования иммунитета необходимо определенное время. И, естественно, вот в этом случае, конечно, у всех формируется какое-то негативное отношение. Да, вот он прививался, первый этап прошел и заболел, то есть и сваливает это, извините, на именно вакцинопрофилактику. Ну, это совершенно не так. И, кроме того, если пациент вакцинировался, ну, просто человек, даже не пациент, да, человек просто вакцинировался, вероятность иметь более тяжелую перенесенную инфекцию, да, перенесение ее, объем поражения, он будет совершенно другим и просто перенести будет это все намного легче. То есть вакцина значимо облегчает участь пациента, если он заболевает COVID-19. Спасибо, Анна Александровна. Спасибо.